у нас вторая часть я решил идти совсем маленькими шагами сегодня мы обсудим такую концепцию что все в питоне является объектом она наверное одна из самых ключевых концепций и я все еще думаю скоро подойти к вскрытию питона и давайте попробуем сначала разобраться с объектами что у нас вообще такое объект по сути самое простое объяснение объекта что это просто коробочка которая хранит себе данные коробочка контейнер с данными и какие-то связанные с этим данными за данные или какие какие-то связанные с этими данными функции которые эти данные могут как-то обрабатывать что-то с ними делать наверное это самое такое стартное объяснение что это такое соответственно что у нас есть обычно у нас есть у объекта атрибуты атрибуты собственно это переменные некие которые позволяют ссылаться к данным которые находятся в объекте еще у нас есть такое выражение как методы это все то используйте данные внутрь объекта и даже не так просто какие-то функции которые можно вызвать на объекте которые могут использовать данные не мог не использовать данные ну в идеале это с данными связаны то есть такая коробочка в которой есть данные есть какая-то мета информации привелюсь есть есть методы которые позволяют которые можно к нам обращаться которые что-то делают с этими данными или что-то возвращают давайте пойдем к нашему коду а как узнать собственно у объекта обычно есть класс или тип тут чуточку сложнее в питоне с классами и типами чем я хотел бы это до конца не понимаю то есть я знаю все эти определения знаю все это ну я читаю читаю разные писания не до конца не могу сказать что я точно все понимаю замысел дизайнера языка кто он хотел как он хотел его сделать что хотел сказать вообще у меня помещение сложилось что класс это искусственная конструкция прото синтаксический сахар и некий когда вы пишете класс что-то вы можете писать точно так же через тайп и нотка на длина дать мы будем делать это давайте то посмотрим что у нас нас например есть общие объекты обжиг и наверно мы все таки не сможем обойтись без тайпов мы опять же мы вводим тайп-тайп это мета класс и мы пока не знаем что мета класс наверное мы будем делать мы будем оставлять некоторые понятия на потом у нас мы потом вернемся не нам сам понятно например чтобы узнать какого класса у нас единичка на класса int типа int not весь сложность единичка это лидера как бы этой тюточку поле оказалось концепция которую мы опять же мы к ней вернемся мы будем понимать как они работают например у нас нельзя сделать у нас можно делать вот так это вот тут все понятно у нас есть переменная мы к ней присвоили единичку у нас нас соответственно и у того и у другого будет будут винты мы можем например сделать функцию давайте сделаем видео мы назовем ее и если мы пытаемся это у нас как бы тоже функции у нас бедка че в питоне все объекты даже те вещи которые вы не ждаете что объекты они являются объектами и опять же как сделано пункт чуточку сложнее чем просто объект но мы когда длина функция мы будем собирать как как сделать ее чуточку по-другому можно сделать опять же это некий синтези тактический сахар так писать можно писать функцию не только так как а можно писать по другому и такая затравочка а что у нас еще есть соответственно у нас ну то что экземпляры класса у нас объекты собственно это у нас так понятно и у нас тут будет соответственно класс а из того что непонятно будет пока но мы к этому вернемся у мета класса то есть у нас единственный класс и тип которого защищаем себя опять же путаница есть небольшая и как ее победить как на пальцах показать чем отличается я не понимаю то есть попытка посетить на пальцах которые достаточно оказалась такая головоломка которые пытались решить что у нас еще есть если у вас есть идея как это сделать пишите в комментариях или или тут и или и или к коллабу или сэс на комментарии к ютубе а то есть вот концепция база который сегодня хотел сказать она очень маленькая это что у нас в питоне все является объектом и дальше мы пойдем смотреть вообще что такое объект наверное такая базовая атомарная единица питона ну может сказать что третий питон по-настоящему объектный ориентированный язык потому что все строится из объектов опять же если вы знаете что является питоне не объектом пишите это будет круто потому что столько overflow пока я не нашел прикольной статьи которые показывают вот это питоне не объект как бы есть иногда пишут что вот этот не объект но опять же это неправда потому что есть код объект в питоне и вот если мы пойдем к нашему инструменту называется inspect про этот есть целая целая глава где под обжиг ты вот и тут вот этим тоже когда столкнемся вы поймете что опять же код он как бы тоже питоне объект то есть я даже ну то есть у меня не остается место который бы я мог сказать что в питоне не является объектом если все является объектом именно со стороны нашей не там где-то в глубине когда и давайте мы еще раз тогда пробежимся по прошлой ему занятию что мы там вообще смотрели мы как помните нас был мы обсуждали я очень будто инструменты использовать просто напомню чтобы они у нас итеративно повторились на наше интервальное повторение это все дело который нам показывает методы атрибуты не присущности а если он вызывается без сущности то локального окружения колоба нам говорит соответственно класс сущности или тип сущности пока мы будем слова класс сущности или тип сущности в посчитать что это одно и то же мы пытаемся ходить дальнейшем и показать у нас может не получиться нас есть соответственно очень полезные штуки которые нам позволяют из сущности получать или метод или атрибут нас есть метод встроенные которые это все встроенные методы я напомню что мы их нашли здесь встроенные функции не методы у нас проверка над если такой атрибут у некоторых сущности у некоторого объекта айтишка нам возвращает мы будем считать для упрощения что айтишка нам возвращает адрес в памяти где лежит наша сущность на себя наш объект соответственно давайте проверим где у нас если у нас айтишка у девички да есть и давайте соответственно . будет то есть по сути это длинная цифра это 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 ячейка вашей большой большой памяти это какой-то адрес просто он видит цифру кстати что вас дома вы понумеровались там от единички до очень большого числа это тупо адрес и тут конечно же если мы сделаем вот так она должна быть так у нас работает так у нас работает будет у нас работать вот так сейчас узнаем это же работает ну не будет работать так например да чем отличается это тоже это отдельный видео когда мы разберем с вами такая затравочка чем отличается в это выражение от вот это выражение таким образом что у нас сегодня нас сегодняшний тезис в том что у нас все является объектом вопрос что не является объектами скорее всего ответ будет что все является объектом даже код есть всякие странные штуки которые не пробег на самом деле как лидрал апр感じторал такие же странные штуки которым будем отвечать почему двойное равно и из это разные сущности и я думал то начать все вообще это все с главы про про объектную модель но мы из объектной модели возьмем такое утверждение что нас все является объектом и пойдем самом начало документации соответственно синтаксиса тогда там потому что будет введение понятия литра и после этого будет проще понять что такое у нас единичка у нас такое двоечка что происходит там единичку присваиваем переменной и тогда следующая и следующая видяшка у нас будет с вами про про литра вот пока пока